Вот эти два человека в комментариях писали, что Ежов показывает больше быта, окей, хорошо, время без 20.12, воскресенье, у нас на полраж пожрать. Мы взяли тушенку от мамы и сейчас ее приготовили. Офигенная брянская, сейчас вам ее покажу, какая у нее структура. Там самое главное, нет жира, костей, вот этого всего. Тут чистое желе, мясо, ну и лавровый лист, приправки, чуть-чуть совсем. Офигительно, найдете, обязательно купите. Немножко промахнулась. Вот такая вкуснятина, сейчас будем есть и немножечко посмотрим воронину. А завтра уже будет рабочий день, надо будет вставать, я опять буду зеленый, жаловаться, потому что мне не хватает стна. А ты тоже ровно встанешь? Ну, в 7 утра. У меня же теперь... Ретрит, йога, и все такое. О, прям глаз щетил. Ой, извини, пожалуйста, извини, пожалуйста. Вот вам чистый быт, как бы без прикрас. Что мы еще будем? Чаек? Ты что-то будешь пить? Чаек я тебе уже сделала, а я водичку на ночь. Вот так говорю, знаешь, типа вот, я не буду пить лимонад и квас на ночь, сама, блин, тесто жру с мясом. Слушай, а я забыл, она же квас есть. Может, я квас хочу? Раз уж бренская тушенка, а ты мой чай выпьешь. С бренским квасом, это же вместе веселее. Ты, видишь, какая кока-кола с бургером. Смотрите, мне еще? Да, мне побольше. Так все докладывай, конечно. Серьезно? Ты все съешь? Конечно. Ты что-то сомневаешься. К сожалению, с момента, когда пришел, забыл убрать квас, поэтому экстренно кидаю все это в морозилку, чтобы не пить его. Смотри, я тебя с горкой просто накладываю. Смотрю, а это я тогда на балкон. Пока тут с собой температура там, ну нормально. Я правда оселю. Сейчас, Катя, я только отнесу квас на балкон. Иду. Что такое? Подари какому-нибудь подписчику эту банку тушенки. Не, пускай заценят, запишут видосик об этой тушенке, и ты себе влог ставишь. Чем не тема? Давайте, пишите комментарии. Хочу тушенку, и я отправлю без проблем. Ну только, естественно, что вы в России находились. Ну, желательно в Москве. Прикол, если выиграет чувак из Брянска. Вот это будет вообще зажак. Ну так нечестно, блин, у него как была фа, может каждый день ее есть. Конечно. Даже тому, кто не из Брянска. Короче, кто не из Брянска, пишите. Хочу тушенку, даже две банки отправлю. Не жалко. Она, кстати, дорогая, да. Банка сколько? 339 рублей. Когда мы покупали стаканчики и крышки отдельно, они были запакованы. Вот. И я боялась, что я с размером не угадала. Но нет, они подходят очень круто, и они намного лучше, чем наши предыдущие крышки. Потому что здесь есть вот такая вот штука. Вот, можно закрывать. Сейчас покажу предыдущую крышку. Как она выглядела. Она, конечно, не такая крутая. Вот. Она была вот такой просто. Не, ну тут удобно, конечно. Здесь можно будет так сделать. Если надо сохранить напиток, ну, так сказать, погорячее, конечно. Кайф. Мне нравится. Что, врубаю Воронину? Да, давай. Отключаем VPN, потому что кинопоиск не работает с ним. И врубаем Воронину. Какой у нас уже сезон? Не знаю, мне понравилось, что там теперь широкий этот экран. Короче, сезонов 15 было в формате 4 на 3. На вот этом телике были вот такие огромные полосы. Сейчас. Сейчас. Сейчас 16 на 9, и все кайфово. Сейчас вам покажу. Несколько дней не было дома, ты посмотри, какая пыль. А я протирала все перед тем, как уезжала. А ее все равно не видно здесь. Нажимаем пошарить. Это у нас что, гостиная? Мне надо вот спальню переименовать, я полтеви еще. Так, и нажимаем play. Пропускаем заставку. О, видали? Теперь 16 на 9, никаких полос. Что ты? И все, надо будет добавить кашу, если я мало пса не ела. Короче, приятного аппетита, Ребята. Это пушка бомба. Друзья, я пару дней ничего не снимал, Катюша ездила к себе в Брянск, она наконец-то получила первый свой загранпаспорт, и теперь мы можем спокойно куда-нибудь путешествовать. Я вам обещал рассказать про наши планы ближайшие. На Новый год мы поедем, первое, сначала в Грузию, потом в Азербайджан, а в середине января очень хочется поехать в Таиланд. Вот такие планы. Понятно, что будут рабочие дни, и у Катюхи будет поинтереснее, так скажем, все происходить, потому что я постоянно за компом буду сидеть. Но все равно, там хотя бы тепло будет, и классно. Билеты на 15, там 20 января уже стоят по-божески, плюс это еще будет ха-сизм. Поэтому я очень ожидаю, что ничего не случится. Единственное, надо будет сделать карту UnionPay, для того, чтобы спокойно расплачиваться в Азии. Ну, я уже придумал там всякие разные способы. Катюх покажет свой загранник? Ну, правда, не раскрывай его. Ты чем-то хочешь закрыть? Давай. Только на свет выйдем. Как закрыть так, чтобы вообще не было видно? Ничего. Не, ну почему? Вот так он будет видно, хорошо. Мне нравится, классная лодка. Ты просто писала, типа, ну не очень. Мне кажется, очень даже прикольно. У меня всегда с фотками проблемы. Ну все, будут печатьки ставить. Ну не ты, конечно. Будут. А, будут. Я не услышал окончания. И мы сейчас поедем прокачиваемся, возьмем кофейку, еще помечтаем, поболтаем насчет путешествий. Друзья, ну сейчас погода такая, достаточно холодная, минус 10 градусов. И надо будет заодно еще раз проверить, как работает гоупрошка на таком морозе. Я вон своей щеточкой сейчас буду чистить лобовуху, потому что у меня там примерз кусочек небольшой. Вот. Отборник не справляется. И здесь нет уже нитей выгревательных, поэтому приходится вручную это все делать. Смотрите, внимание, как машина выглядит. Вся покрылась инием. Все скрипит. Лобовуху я почистил. Все, теперь нормально. Небольшой след остался, но это фигня. Мы сейчас врубим подогрев лобовухи и потом смахнем. Ну, меня просто бесило. Вот здесь полоса была и вот здесь. Прям неудобно было рулить. Ну и котенечек пошел за кофе с Sergio Pizza. Нам очень там понравилось кофе. Оно мягкое, не горчит. И мы как-то вот прям радуемся, что открыли такое место. Потому что в Макдональдсе, ну честно, кофее такое себе. Все можно, конечно, пить, но дома, например, мы вкуснее делаем. Ну и вот Sergio Pizza тоже офигительно. И протестировал я свои стремные перчатки. Ну почему стремные? Потому что дизайн у них такой себе, но они очень прикольные. Вот я сейчас стоял на улице пару минут, не промерзли. До этого тоже минут, наверное, 5-7 стоял на улице, чистил тачку. И прям нет ни намеков на холод. Поэтому очень доволен. Я думаю, и по улице, если ходить в них, не будут они продуваться и руки будут в тепле. Ну все, молодцы. Мы сняли первый транш для того, чтобы Катюха завтра съездила и купила в долларах. И после 15-го числа еще второй заход у тебя будет. Ну потому что нам нужны за границей баксы, которые мы поменяем потом на локальную валюту. С рублями, ну как бы, извините. Раньше, конечно, все проще было. Я даже не думал об этом. На карте бабки лежат. Заходишь в банкомат, снимаешь. Расплачиваешься через Apple Pay. Ну сейчас как бы со самбо. Поэтому приходится вот эти всякие ручные операции проводить. Куда-то ездить, менять. Да, неудобно. Я-то знаете, что, ребят, подумаю. Наверняка же меня смотрят азербайджанцы. Потому что я уже два раза ездил в Баку. И что я хотел сказать. Если у вас на Новый год есть какое-то местечко, квартира, дом, я не знаю, все что угодно. Конура какая-нибудь. И она свободна. Напишите мне в личку, пожалуйста. Либо в телегу, либо в Инстаграм. И мы с вами обсудим вариант сотрудничества. Либо купим, либо приютите так. Ну, короче, такая вот просьба. Нам жилье нужно исключительно для того, чтобы просто переночевать, помыться. Можно и отель, конечно, взять. Но через знакомых, мне кажется, проще. Все дело, работал, приехал ко мне Венька. Сейчас приберется за 10 минут, свалит. И я снова сяду за ком. Ну и открыл окошко, чтобы вам показать, насколько сегодня прикольный день. Такая легкая дынка. И вообще, поздравляю вас с первой днём зимы. Погода минус 11 градусов. Ну, достаточно красиво сегодня. Даже солнышко светило. Кто-то скажет, что такая погода не очень. А мне нравится. Потому что со слякотью это все выглядит не очень. А сейчас такой крепкий морозец. И, по крайней мере, ну, не нужно чистить обувь каждые 5 минут. Да, понятно, что я на машине гоняю в основном. Но пока дойдешь, у тебя все кроссовки уже сильно грязные. Вот. Денька уже начинает сваливать. Поэтому я снова сажусь за ком. Помнится, я обещал вам рассказать про щетки, которые выбрал для машины зимние. Это Alco Winter. Вот такая специальная каркасная зимняя щетка. Их две штуки, естественно. Левая и правая. Стоят они по-разному. Вот 697 и 865 рублей. И еще у меня тут в комплекте должен быть адаптер. Вот такой. И еще из-за зоны я жду чехол шумоподавляющий. Ну, вот так вот он выглядит. Смешная штучка. По поводу щеток, конечно, я вам дам отзыв, как только воспользуюсь ими. Но, говорю, стандартный труд зимнее время очень плохо. Мне прям не нравится. Поэтому я их сниму, приберегу. Пусть они летом как бы работают. Для понимания, какая вот тут у Катюши студия взяла старую палку Сони. Вытащила ее на полную. Регатрю подперла. Зажала, я бы сказал. Ну, не то, чтобы зажала. Ты все сняла? Я еще не начала снимать. Ага, окей, давай. Сейчас начнем. Ты говоришь, я тебе не мешаю. На самом деле ты не мешаешь. Я тут хочу только начать говорить привет, ребят. И ты такой, типа, смотри. Вот так вот ты скрываешь дверку. Что мы тут делаем? Я думал, ты уже засняла. Я еще не начинала. А я на самом деле сюда зашел, потому что голоса никакого нет. Я думал, ты вообще ушла отсюда. Нет, я вот это все настраивала. Давай тебе, раз тебе студия здесь, вот это уберем. И подсветочку. Да, я хочу, короче, сюда, я тебе говорила, поставить эту жарку с закрытыми полочками. И подсветку, говорю. Можно подсветку? Чтобы у тебя какая-то стрим-студия была. Сюда тебе комок можно поставить. Смотри, тут и место есть. Вот сюда стул, сюда ком. Здесь стиралки, да? И стримы проводишь. Нормально? Шикарная идея. Ну давай, давай. Я тоже хотел рассказать. Не, я хотел сам кое-что рассказать. А рассказать я хотел про карты, потому что все равно будете спрашивать про UnionPay. Смотрите, у меня будет от двух банков. Первый МТС, второй промсвязь банк. Это не дешевое удовольствие изготовления карты, просто изготовление. Стоит 5000 рублей за каждую. Поэтому имейте в виду. Ну опять же, UnionPay это отличная система, которая хорошо работает в Азии и проблем быть не должно. По отзывам ребят, которые уже уехали в Таиланд и у них есть такие карты, все работает нормально. Поэтому, ну, надеюсь, не будет проблем. Две карты изготавливаю на всякий случай. Ну, вдруг забанят, да, одну. Я же не могу там без денег остаться, а как бы с рублями непонятно, что делать. Это просто такой способ обезопасить себя. Ну и, естественно, баксы я тоже буду брать. Вот реально, два блогера в семье. Я что-то говорю, ты там параллельно, что-то про свои безделушки. Я про карты рассказывал. По поводу перелета из Москвы на Пхукет, давайте зайдем на любимый авиасенс и посмотрим в календаре низких цен. Что тут у нас вообще в принципе. Так, в декабре минимальная из того, что я вижу, это 37 400 с чем-то рублей. Так, обратный билет нам не нужен. Выбираем двух пассажиров. И давайте смотреть. Это вот из ближайшего, да, 6 декабря. Как бы скоро. Сейчас у нас 1 декабря. Так, ну, давайте дождемся, пока пройдет загрузка. Ну вот, я нашел авиабилет. Ну, смотрите, он на самом деле не очень удобный, потому что тут в пути один день 8 часов 15 минут, две пересадки, одна достаточно большая в Дели на 17 часов, и в Бангкоке 3,5 часа. Такое нам не подходит. Прямой аэрофлота это 100 тысяч рублей. Если берем еще и багаж, это 109 тысяч рублей. Вообще не дешево. Дальше в декабре цена только увеличивается. Вот если видно, ну, надеюсь, что видно, тут и 64 тысячи, то есть это минимальная цена. А вот в январе уже немножечко попроще. Ну, как бы запомнили, да, что перед Новым годом цена Ахтунг. Допустим, выбираем 16 января. И мне кажется, здесь немножечко все равно будет подешевле. Хотя нет. Вот смотрите, самый дешевый прямой в календаре. Ну, вот минимальный действительно соответствует, как бы есть, да, неплохой по цене. Ну, вот прямые все так же дорого. Если мы берем с багажом, а он нам нужен на двоих, это 135 косарей. А вот таким билетом лететь, это такое себе. Потому что здесь тоже в пути один день 5 часов 20 минут. Пересадка в Дохе 4 часа. Сингапур 2,25. И Коалумпур 7 часов. Ну, то есть я условно не готов столько времени потратить на перелет. Понятно, у кого куча свободного времени, и они любят аэропорты. Да, можно вот так вот потусить, полетать, везде поесть. Но я предпочитаю прямой. Будем думать. Я надеюсь, что к январю все-таки после Нового года цены упадут. И мы возьмем прямой аэрофлот и полетим туда. Естественно, там будем разбираться еще с жильем. Но я буду снимать об этом ролике. Поэтому вы будете в курсе, как и что, и почему. Ну, в идеале я бы хотел куда-нибудь в районе Найхарна, конечно, заселиться. Там есть, как бы, классные места, которые мне очень нравятся. Но, опять же, будем смотреть, потому что туристов сейчас много. Ковидных мер нет. И туда прям все прут с огромной силой. Вот. Но желание, опять же, есть. Все. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Я очень жду ребят из Азербайджана, касаемо жилья. Если подскажете, поможете или приютите, будет отлично. Ну, и до следующего выпуска. Спасибо.